Вопросы национальной безопасности обсудили сегодня в рамках выездного совещания Совбеза России в Саратове. Его провел Николай Патрушев совместно с полпредом президентов ПФО Михаилом Бабичем. Одна из главных тем – профилактика распространения деструктивных взглядов среди школьников и студентов. Секретарь Совета отметил, несмотря на активную работу в регионах, необходимо повышать эффективность гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. ...принимаемые другие меры, локализовать в полной мере распространение радикальной идеологии в молодежной среде пока не удается. Выявлено около двух тысяч участников молодежных объединений деструктивной направленности. К числу основных факторов, формирующих предпосылку для возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, относятся как внутренние проблемы, ну допустим такие, низкий уровень и качество образования, проблемы с трудоустройством, социальное неравенство, отсутствие доступной культурно-досуговой среды и другие, так и деятельность спецслужб организации иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур. Подростки, которые ищут самовыражение и самооценки, являются наиболее привлекательной аудиторией для различных вербовщиков, в том числе в экстремистских и террористических организациях. Поэтому необходим дополнительный комплекс профилактических мер, начиная с самого раннего возраста. Сейчас в Самарской области реализуется комплекс мер, как в школах, так и в вузах. Меры, которые мы проводим по работе с вузами, с УЗами, в том числе создание Совета старост, было отмечено как успешный опыт, который есть пока только в Самарской области. Вовлечение ребят через современные мобильные приложения, гаджеты, такие как Точка роста, уже заинтересовали моих коллег, которые обратились к нам за советом, как это внедрить в своих регионах. Мы с удовольствием этим опытом поделимся, как и с удовольствием возьмем на вооружение успешные практики других субъектов Российской Федерации.